Около 9 часов утра горит жилой дом по улице Горького в районе пересечения с улицы Иллибаева. На месте работы два пожарных расчёта, медлить ни в коем случае нельзя. Огонь может перекинуться на рядом стоящие дома. Постройки расположены максимально близко друг к другу. С огнём борются даже соседи. Очевидцы пытаются помочь погорельцам вытаскивать на безопасное место газовые баллоны. А эти кадры были сняты спустя час. На территории дома десятки сотрудников милиции. Огнеборцы заявляют, что им удалось локализовать очаг возгорания. Около 10 часов утра с крыши до сих пор идёт едкий дым. По предварительным данным возгорание началось из-за включённого обогревателя. Десятый микрорайон. Здание налоговой службы по Октябрьскому району. Из-за включённого чайника загорелось помещение, где сидел охранник. По предварительной версии пожарных, пожилой мужчина решил с утра заварить себе горячий чай, включил электрочайник, вышел на улицу, чтобы почистить двор от снега. А далее вот что случилось. Накануне буквально в 8 часов утра вспыхнул пожар у входа в управление государственной налоговой службы по Октябрьскому району. Полностью сгорел первый этаж, где сидели сотрудники охраны. Также огонь перенёсся и на часть второго этажа. Я до сих пор в шоке. Не знаю, как это могло случиться. Включил чайник, вышел на улицу. Смотрю, уже горит. Я не знал, что делать. На пожаре работали два расчёта, пожарные расчёта. Где-то подано было один столб. Это время выходные дни были, никого не было, только охранник находился. Потушили быстро, да? Да, потушили быстро и справились. Меж тем нам удалось поговорить и с начальником налоговой службы. По словам Канбека Урмонова, кабинеты, помещения, единого окна, а также оргтехника и документация не пострадали. Жертв нет. Все сотрудники на рабочих местах. Ну, думаю, чтобы восстановить не потребуется много денег. Нужно где-то 15-20 тысяч сомов. Но это решаемые вопросы. Все работники в штатном режиме ведут свою работу. В части здания, где произошёл пожар, пока света нет. Сейчас мы восстанавливаем. А так, сбоев в работе совсем нет. 27 ноября. В офисе одного из банков, расположенном в районе Ламединского рынка в Бишкеке, тоже вспыхнул огонь. Тушили пожар около 40 минут. Работал один пожарный расчёт. По уточнённым данным, это одно из отделений банка. К счастью, сотрудники не пострадали. Сегодня здание банка выглядит так. Остался лишь железный каркас. Либо всё сгорело, либо все офисные принадлежности успели вынести. Это случаи, когда из-за пожара никто не пострадал. Но так бывает не всегда. В этом году при пожаре погибли 16 человек. За минувшие сутки, по информации МЧС, в целом по стране было зафиксировано 14 пожаров. И почти половина из них в Чуйской области. В регионе вспыхнули 6 пожаров. Из них в жилом секторе 1299 пожаров. Это всё проходит вследствие зимней опасных периодов. Это бывает неправильная установка печей, неправильно использование электрических оборудований. Это основная из причин. Около 3500 пожаров произошло в стране с начала года. Больше половины из них приходится на частный сектор. С наступлением холодов спасатели проверяют отопительные печи и электроприборы в жилых домах. Однако не все хозяева рады незваным гостям. Огнеборцы говорят, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности стоит людям потери имущества, а порой и человеческой жизни. Основная причина пожаров в зимний период – неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрического и газового оборудования, печного отопления. И так каждый год. Кубат Хуанч Пекулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кубат Хуанч Пекулу